Доброе утро, дорогие телезрители, радиослушатели. В эфире Якутск сегодня у микрофона Розалия Борисова. Сегодня мы поговорим на тему, которая актуальна будет, я думаю, на все времена. Эту тему мы затрагивали не раз в этой студии, и сегодня мы решили это продолжить. И у меня в студии гость, директор централизованной библиотечной системы города Якутска Мария Андреева. Мария, доброе утро. Доброе утро, Розалия. Доброе утро, все, кто нас слушает и смотрит. Я сразу хочу отметить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив по номерам 320066, 321166. Будем рады ответить на ваши вопросы. Итак, финансовая грамотность. Не раз мы говорили на эту тему, и централизованная библиотечная система очень активно подключилась к этой теме. Еще в 2019 году. И почему библиотекам стала интересна эта тема, и почему они решили продвигать эту тему и этот проект? С целью сформировать у населения базовые навыки разумного финансового поведения, умение распоряжаться личными финансами, защищать их, приумножать. В конце, как сказала Розали, 2019 года совместно с волонтерами Министерства финансов Республики Саха-Якути стартовал вот такой проект «Финансовая грамотность». Она стартовала на площадке нашей библиотеки-филиала «Смарт-библиотека-203». И в то время это было онлайн, это мы уже сейчас говорим, да в то время, оффлайн точнее. Это были такие лекции-уроки по темам налоговый вычет, инвестиций, семейный бюджет, куда приходили все заинтересованные, слушали лекции, задавали вопросы. А библиотека взяла, так скажем, на себя такую роль, потому что она считает важной, как сказать, прививать гражданам, нашему населению, какие-то базовые основы, фундаментальные знания по информационной грамотности, юридической и финансовой в том числе. И вот получается тогда, чтобы программы и лекции уже стали доступны уже для жителей не только города, ни одной библиотеки, но и всего города, всей республики, было принято решение перейти на онлайн. Ну, как и все в прошлом году, в принципе же. И поэтому команда, которая реализует этот проект, решили сделать это все на сайте нашей централизованной библиотечной системы. И поэтому сейчас мы проект называем уже онлайн-школа финансовой грамотности. И получается, весь прошлый год записывались видео с волонтерами. Потом они публиковались на данном подсайте, который разработали по рубрикам. И на сегодня там уже 11 уроков получается, да, целых 11 видеолекций. И самое интересное, что там не просто представлено видео, да, то есть вы смотрите видео. Также там есть какие-то дополнительные материалы для самопроверки или дальше по теме, чтобы вы могли дальше уже самостоятельно изучать. И, конечно же, самое главное, там есть списки литературы и привязка к Литрес. Все мы знаем, что наши библиотеки и города Якутска, ну, и в республике в основном, предоставляют доступ к Литрес бесплатно. Главное, иметь читательский билет, да. Вот. И если вот так пройтись, мне кажется, будет интересно по темам, да, вот там 11G тем. Ну, конечно, стандартно, традиционная первая тема вводная. И тут мне бы хотелось отметить, на самом деле сегодня же очень много платных курсов по финансовой грамотности. Люди в них путаются. Ну, знаете, вот чего там одного нету, что есть у нас, можно сказать, да? У нас мы рассказываем основы, как и личных финансов. То есть не просто как научиться инвестировать, как научиться избегать мошенников, да, а именно как правильно складывать свои финансы, вот. И об этом можно прочесть, как и в вводном видео прочесть, говорю, смотрите, библиотекарь, да, увидеть в вводной лекции. Дальше, вот так если пройтись, тема кэшбэк от государства. Звучит кэшбэк от государства, а на самом-то деле это виды налогового вычета. Немногие знают, какие налоговые вычеты можно получать в этом видео. Очень коротко, там всего же они по 5 минут получаются. Каждый просмотревший получает именно вот эти основы, которые дальше сам уже может развивать. Да, и мне кажется, что о налоговом вычете знают многие, но многие боятся собирать эти документы. Кажется всем, что это очень муторно, долго, невыносимо, и уж лучше я откажусь и не буду этим пользоваться. А на самом деле все это очень просто, и, как говорится, нажатием одной кнопки, да? Вот. Страхование жизни есть тема, тоже очень интересная, кстати говоря, тема, и касается она именно финансовой грамотности, хотя, казалось бы, да, страхование жизни, да, семейный бюджет. Там у нас в уроках очень классно написано «Сэкономил, значит, заработал». Вот рекомендую посмотреть тоже это видео. Да, и мне кажется, вот здесь хотела бы сделать такое небольшое отступление, да, мне кажется, эта тема будет очень актуальна, особенно молодым семьям, которые только начинают жить вместе, и, конечно же, вопрос денег — это особенно, когда денег не хватает, это может стать яблоком раздора и даже причиной разводов, и как раз эта тема может помочь многим справиться с этой сложной ситуацией, если она возникла, и вы можете предпринять первые шаги. Да, да, и вот как раз следующий урок, который называется «Уменьшение кредитной нагрузки», вот тоже в помощь идёт этому. Актуальны в сегодняшних реалиях. Очень-очень актуально, да. Или тема «Как накопить свой первый миллион». Звучит она вообще прям так шикарно, да. Кто не хочет. Да, да, и это реально, это на самом деле реально, и не нужно каких-то сверхъестественных делать действий. Тема «Банковские карты». Мы все к ним относимся, а, ну подумаешь, на самом деле это очень важно тоже, тема «Банковские карты». Мы все с ними живём, это наши каждодневные манипуляции. Да, и особенно сейчас, когда у банков есть какие-то предложения по тем же самым кэшбэкам, какую карту выбрать, какой банк предлагает наилучшие условия. Да, и как правильно смотреть на эти условия именно, чтобы… Это не реклама банков, тут именно каждый выбирает себе, да, сам своё. Ну, конечно, урок «Как уберечь себя и близких своих от мошенников» — это очень важно. Наши республики это очень актуально, если посмотреть новостям, всегда что-то всплывает, да. Поэтому вот это видео также даст основы каких-то понятий, как с мошенниками, что я тебе сказала, работать, не работать. Личный финансовый план — это урок, тема урока. Вот это очень хорошее, о чём как раз-то и говорилось, потому что нужно на самом деле иметь личный финансовый план. Каждый человек должен, по идее. Урок десятый уже вот индивидуальный инвестиционный счёт. Это вот то, к чему сейчас уже очень многие стремятся, но боятся начать что-то, да. Тут очень хорошо раскрывается эта тема. И одиннадцатый урок — стратегии фондового рынка. Вот тоже самое актуальное, полезное. Это уже вишенка на торте. Да, это прям вот самое полезное, актуальное. Очень многие считают, либо это очень сложно, либо очень просто, или наоборот начинают путаться. И наши уроки помогут вам понять, и какую литературу читать, и какие сайты смотреть. Там ссылки ещё есть очень хорошие. Это то, что касается взрослых, конечно. И всё это есть у нас на одном, на нашем подсайте. Если зайти на сайт якутской ЦБС, он звучит, конечно, cbs.ru, но если в Гугле набрать в библиотеке Якутска, у нас сайт один. И там в рубрике «Проекты» есть проект «Финансовая грамотность». Да, и есть что-то для детей. Да, и вот с этого года сотрудники наши подготовили также рубрику, можно сказать, под рубрику уже «Финансовая грамотность для детей». Это очень интересно. Такой проект получился в виде мультфильмов. Называется он «Финансики». У нас как раз есть видео, можно его включить. Да, сейчас включим, да? А я пока скажу, что там есть герои, они белки. Мама, папа и дети. А вот. Белла и Проша, да, получается? Смотрите, это наши деньги. Мы хотим купить и конфеты, и шоколад. А откуда берутся деньги? Вот как раз каждый выпуск задаются вопросы определенные. Да, которые касаются каждодневных, вроде бы, обычных мероприятий, которые в семье происходят каждый день. Но они с точки зрения финансовой грамотности подаются детям очень-очень доступно. И тут очень важно отметить, что вот это все делают наши библиотекари. Вот эти вот видео. Сейчас у нас два урока вышло. И еще тут хочется отметить, что совместно с издательством «Кескель» нашим, да, вот эти мультики стали комиксами внутри журналов. И очень важно, что они на якутском и на русском языках. Я сама посмотрела эти комиксы, они такие забавные, интересные. И прям доступно, понятные будут не только, на самом деле, детям, но и родителям, как объяснять детям, что такое деньги, да, как пользоваться, как там, на карманные расходы, еще что-то, исходя, конечно, какие есть темы. Да, ну особенно, когда сейчас дети, все хотят такие хорошие гаджеты, и не всегда им объяснишь, что вот в одночасье невозможно это сделать. И тут как раз в форме игры, мне кажется, дети могут и научиться копить деньги, ставить в себе финансовые цели, да и родители тоже. Это можно когда-то очень хорошо полностью начать планировать весь семейный бюджет. Да, да. Поэтому мне кажется, это тоже очень важно, что не забываем, и, конечно же, про детей, с которых начинается это все. Вот вы сказали вначале, что этот проект начал работать в смарт-библиотеке, а подключаются ли филиалы к этой работе? Вот, хороший вопрос, да, действительно, начинали с одного филиала, потому что было оффлайн все-таки, да, а когда мы перешли на онлайн, как мы все с вами знаем, что онлайн у нас стерла все границы, и мы начали с нашей библиотечной системы, у нас в городе 18 библиотек, это, в принципе, немало, да, и теперь каждая библиотека работает с этим проектом, со своим читателем, потому что это под сайт, они, допустим, проводят мероприятия на основе этих уроков, да, они распространяют информацию своим пользователям. И тут также хочется сказать, что мы приглашаем, в принципе, пользоваться этим проектом всех желающих учреждений, любые, да, в том числе и библиотеки, республики, потому что это готовый материал уже с готовыми книгами, списками, но тут нужно понять одно, это не какой-то учебный курс, это именно базовые знания, чтобы человек дальше сам уже строил по кирпичикам свою финансовую стену. Ага, и вы говорили о том, что будет обучение библиотекарей. А, да, будет обучение библиотекарей, у нас тут, как скажем, собрались списки, да, желающих, теперь будут наши волонтеры финансовые, так скажем, это наши библиотекари, которые уже будут компетентны сами также базово рассказывать об вот этих уроках, элементах, скажем, финансовых градусов. Да, да, делиться инструментами, и так как это обучение вроде планировалось на июнь, сейчас перенесли, да, и поэтому с осени наши библиотекари уже будут, как сказать, более подкованы в этих вопросах. Ну и как раз таки, раз уж перенесли, то действительно библиотекари со всей республики могут присоединиться к этому проекту. Да, действительно приглашаем, да, потому что на местах каждый библиотек, у нас их в республике там 500 же, со своим читателем, если будет работать по финансовой, допустим, грамотности, ох, какая у нас будет финансово-грамотная республика. Да, 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 и в каждой сельской библиотеке проводить такие мероприятия, даже просто показывать те же самые уроки. Да, да, рекомендовать именно ту литературу по определенной теме. Это, мне кажется, очень важно и интересно. Действительно очень хороший проект, который приковывает взгляды, да, и очень помогает населению. И действительно очень хорошо, что возрасты охватывает разные, как детей, так и взрослых. Да, это очень важно. Поэтому такой был и ориентир на самом деле. Мы же и со школьников сперва хотели начать, а тут как-то всё сложилось, что подойдёт для каждого жителя, для каждого человека. Теперь, наверное, нужно что-то придумать и для подростков. Да, кстати, обязательно. Там уже, наверное, в какой-то другой игровой форме нужно, в виде проектов каких-то. Мне кажется, коллеги придумают. Хорошо. Мария, спасибо огромное, что уделили сегодня время, рассказали об этом проекте. Я думаю, что сегодня финансовая грамотность с другой стороны посмотрели и наши зрители, и заинтересовались, думаю, и коллеги с районов республики, с сельских библиотек. Ну и надеемся, что они к нам присоединятся. Спасибо большое, дорогие зрители. А мы присоединимся к вам ровно через две минуты. Продолжаем говорить о финансовой грамотности. Мы продолжаем наш разговор. И представляю вам нашего следующего гостя. Светлана Платонова, консультант-эксперт Регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Сахай-Коти. С Светланой мы встречались в этой студии не раз. И продолжаем наш разговор, можно так сказать. Добрый день всем. Да, здравствуйте. Светлана, вы сами как давно начали работать по данному проекту, и как так случилось, что вы стали консультантом-экспертом этого Регионального центра? Такой хороший вопрос. На самом деле, именно финансовой грамотностью я стала увлекаться с того момента, как оформили первую ипотеку. Это было в 2008 году. То есть, когда я начала ввести свой собственный личный семейный бюджет для того, чтобы нам хватало, для того, чтобы обслуживать эту ипотеку. Вот с того момента, в принципе, все и началось. А в профессиональном таком плане я в 2019 году прошла обучение. И как я нашла это обучение, все я нашла самостоятельно. Просто я поняла, что у меня получается. В том момент у меня были друзья, которым я рассказывала, как это можно делать правильно. У меня получалось, и у них были хорошие результаты. Я подумала, что можно так помогать людям. И прошло вот это обучение по этой программе. Это было совершенно бесплатно. И уже в 2020 году мы начали активно работать, потому что был создан Центр финансовой грабности при Союзе Торгово-промышленная палата. И мы были как общественная организация, как волонтеры мы помогали людям. И делали наши первые мероприятия, в том числе и в смарт-библиотеке. Потому что это самые первые площадки, которые нам помогли. И действительно увидели в том, что это необходимо в наше время. И было очень много желающих. Жители 202-го микрорайона и вообще всего города приходили и слушали наши лекции. И были очень хорошие отклики. Обучение вы прошли? Обучение мы прошли по проекту Минфина. Сейчас мы считаемся как финансовые консультанты проекта вашефинансы.рф. И в 2021 году, в начале года, был создан как раз региональный центр компетенции по финансовой грабности Республики Саха-Якутия. Мы базируемся в ЕФЭК, это финансово-экономический колледж. И это как раз-таки при поддержке Министерства финансов Республики Саха-Якутия. Такой центр был создан. И вы работаете для населения абсолютно бесплатно? Да, наша работа совершенно бесплатна. А с какими вопросами к вам могут подойти? Какие мероприятия вы проводите? Мы проводим очень много мероприятий. Это сейчас в связи с тем, что у нас ограничения определенные. В основном это онлайн. И самое такое первое большое мероприятие у нас было как раз-таки в 2020 году. Это хакатон для старшеклассников и студентов. И были такие оффлайн-мероприятия в смарт-библиотеке. Они были такие тематические. Лекции для населения. И в связи с тем, что они пользовались таким большим откликом от населения, мы решили, что когда была пандемия в марте прошлого года, мы решили, что проект очень хороший, и нельзя людей оставлять без информации по финансовой грабности. И вот совместно со смарт-библиотекой была создана онлайн-школа финансовой грамотности. И сейчас там есть целый сайт. Таких уроков там 11, один вводный, 10. От простого к сложному они все тематические. И плюс там еще появились детские мультфильмы. Сейчас с Марией мы как раз об этом говорили. Светлана, кроме вот таких больших мероприятий, фестивалей, для большого количества населения, работаете ли вы индивидуально с теми, кто хочет проконсультироваться с какими-то вопросами, с проблемами по части финансов? Да, конечно, мы можем проконсультировать. В основном это обращаются к нам за консультацией люди, у которых очень большая кредитная нагрузка, у которых совершенно нет никакой подушки безопасности, и они просто не знают, как можно решить свои проблемы, потому что не всегда возможно. Самый простой совет, это, конечно, увеличить свой доход, но это бывает не всегда возможно. И как сделать это профессионально, люди тоже не всегда знают. Поэтому мы делаем такие консультации, к нам можно записаться, у нас есть сайт fingramyakutia.ru, и там есть форма обратной связи, можете написать. Ну, что я еще хочу сказать, что я сама считаю, что все-таки такие консультации, они должны быть толчком для того, чтобы человек самостоятельно начал уже вести свой семейный бюджет, и все-таки своими личными финансами... Потому что личные деньги, их доверять кому-то нельзя. Это нужно делать самостоятельно. То есть у меня был как раз вопрос, что сейчас очень модно, когда ты хочешь заняться своим здоровьем, построить тело мечты, очень модно иметь личного тренера. И как раз я хотела спросить, нужно ли иметь личного финансового консультанта. То есть не нужно к этому стремиться. Ну, понимаете, тут какой вопрос. Одно дело, когда у вас сложная такая ситуация личная, и вам необходимо разобраться, есть такие организации, как у нас, якутские. Это, в принципе, во многих регионах такие организации есть, именно как, которые помогают населению, да, с такими проблемами. Но у других людей, например, проблема другого характера. У них есть уже и подушка безопасности, у них есть определенное количество свободных денежных средств, и для того, чтобы правильно ими распорядиться и приумножать их. Вот тут уже им нужна помощь других людей, которые будут помогать конкретно для того, чтобы они свой капитал приумножали. Вот в этом случае, если есть свободные средства, возможности оплачивать услуги таких людей, личных финансовых консультантов, то можно обратиться к ним. Надо обращать внимание на то, чтобы у них был, во-первых, опыт, хорошие кейсы, и чтобы у них была, если организация, то лицензия Центробанка, если это физическое лицо, индивидуальный предприниматель обязательно, и он должен состоять в реестре Центробанка. Такие условия. Но в данное время в этом реестре не так много инвестсоветников. Поэтому надо быть осторожным, потому что информации сейчас очень много. И очень многие люди, которые какие-то имеют знания по финансовой грамотности, уже начинают говорить, что они финансовые советники, эксперты. Их сейчас очень много, и надо уметь отличать. Если человек говорит в основном только о платных услугах, о том, какие у его клиентов большие доходности, и какие крутые результаты, тут надо уже задуматься. Потому что, во-первых, доходности никогда не гарантированы, и любое инвестирование всегда сопряжено с риском. Поэтому нужно смотреть, с кем вы имеете дело. То есть тут надо смотреть отзывы, ну и другие вопросы, и смотреть, какая у него личная заинтересованность. Если мы это делаем как общественная организация, как волонтеры, то если первым делом говорят о том, что эта услуга платная и очень дорогая, тут надо задуматься. Вот когда к вам приходит человек со своими финансовыми проблемами, то в каком виде, в каком формате проходит консультация? Как вы начинаете анализировать, исходя из чего? Такой хороший вопрос тоже. Дело в том, что в любом случае проблема с финансами — это немного и психологические проблемы. Поэтому сначала мы просто разговариваем. Надо уточнить вообще, какое психологическое состояние у человека, какие у него есть какие-то попутные, какие-то могут быть проблемы. Когда разговариваешь с человеком, то сразу примерно понимаешь, с чем связаны могут быть такие финансовые проблемы. И после этого мы делаем такой анализ, обязательно анализ доходов и расходов, хотя бы приблизительно, чтобы понимать, где были вы и точки. После этого мы уже делаем выводы. Это несложность, это профессионал. И даем какие-то рекомендации. Если человек этих рекомендаций прислушивается, начинает использовать то, что ему рекомендуют, то у него, как правило, через два месяца уже видно какой-то прогресс. Можно, получается, через два месяца тоже встретиться, да? Можно, конечно, встретиться и посмотреть, какой у вас прогресс. И если вы застопрились, то по какой причине. Там уже тоже будет видно, какая причина. А бывает так, что человек вроде как приходит консультироваться, но из-за того, что проблемы по финансам очень такие большие, да? А ему как-то неловко раскрываться, неловко вообще об этом говорить. Конечно, о проблемах с деньгами, мне кажется, любому человеку будет сложно, да? Но тут надо понимать, во-первых, кому вы обращаетесь, да? Если каждый человек ищет своего учителя, скажем так, всю жизнь, да? И если вы хотите обратиться к финансовому консультанту с такой проблемой, вы тоже должны найти такого человека. То есть тут вопрос доверия, да? Если вам человек нравится то, что он говорит вам, да, и вы с ним согласны, то вы подойдете и, конечно, расскажете. Если вы будете недостаточно откровенны, да, то сложно будет найти какие-то финансовые дыры, какие-то проблемы, какие-то болевые точки. Поэтому тут, конечно, раскрытие информации именно на консультацию у финансового советника, ну, конечно, играет важную роль. А есть такое понятие, когда вот совсем не справляешься с кредитной нагрузкой, то можно подать и стать банкрот, да? Это является такой самой, как сказать, безвыходной ситуацией или тоже есть выход из таких ситуаций? Тут я хотела бы сказать, что в последнее время мы действительно часто слышим, и в рекламе, да, слышим, что это такой легкий выход из ситуации, да, вы там подадите на банкротство физических лиц и уже сможете летать за границу и так далее. Вот такой слоган у рекламы, да. Но я хотела бы предостеречь от этого, потому что я считаю, что это, ну, самая крайняя ситуация, когда никаких других вариантов уже вы не можете придумать и ничего другого вам не помогло, и огромная действительно кредитная нагрузка. Только в этом случае можно задуматься о такой процедуре, как банкротство физических лиц, да, потому что это за собой влечет определенные ограничения. Например, у вас будет отметка в вашей кредитной истории о том, что вы прошли эту процедуру, вы не сможете занимать определенные должности, да, если вы хотите сделать карьеру, потому что нужно будет обязательно говорить работодателю о том, что вы являетесь банкротом физических лиц. Ну, психологически тоже это не очень приятно, да, и неизвестно, как банки будут смотреть даже после того, как пройдет пять лет, вот с этой отметки, да, и когда они смогут уже вам давать, выдавать кредиты, как они будут на это смотреть, никто не знает. Поэтому я считаю, что вот в крайнем случае это, наверное, возможно рассмотреть. У меня есть знакомые, которые действительно прошли через эту процедуру банкротства физических лиц, но в связи с тем, что они начали повышать свой уровень финансовой грамотности, в том числе и благодаря вот нашей организации, да, у них сейчас ситуация выправилась, и они начинают уже задумываться о том, что это очень важно, и уже не рассматривать вопросы о том, чтобы вообще привлекать кредитные средства. То есть нужно уже будет смотреть на то, что очень внимательно смотреть за тем, какими продуктами вы пользуетесь, допанковскими. Ну, имея такой опыт негативный, конечно. Да, да, да. Ну, то есть можно сказать, что безвыходных ситуаций не бывает, можно из любой ситуации найти выход, и начать выстраивать грамотно, планировать свои финансы. Да, я согласна, на самом деле это так. Ну что ж, Светлана, спасибо огромное, что сегодня были с нами, присоединились к нашему разговору. Мы далее будем говорить о мероприятиях, которые запланированы региональным центром, куда могут обратиться люди, как тоже могут обратиться за личной консультацией. Я напоминаю, что вы можете зайти на сайт fingramyakutia.ru, записаться на индивидуальные консультации, найти путь решения проблемы, направления, ну и начать уже вести свой семейный бюджет. Спасибо огромное. Встретимся после рекламы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Спасибо. Мы продолжаем наш разговор о финансовой грамотности населения. Представляю вам следующего гостя. Рита Якушева, руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Сахай-Коти. Рита, доброе утро. Доброе утро, Розалия. Очень рада, что вы нас приглашаете так часто, что мы с вами, у вас в вашей передаче частые гости, и есть возможность поговорить как раз о такой важной теме, как финансовая грамотность. Да, потому что финансовая грамотность — это основополагающая вещь, мне кажется, которая касается любого в любом возрасте, и о своем здоровье, о финансах нужно заботиться с самого раннего возраста, когда это уже может быть возможно, когда ребёнок начинает понимать, что где-то что-то можно купить, что такое деньги и так далее. Рита, пожалуйста, расскажите о том, как региональный центр сейчас работает. Вот со Светланой мы, ну и с Марией тоже затронули эту тему уже, что с 2019 года начали совместно работать, и сейчас вот образовался недавно региональный центр компетенции по финансовой грамотности. С кем он работает, как он работает? Да, в феврале месяце начал работу наш центр, и мы работаем согласно дорожной карте реализации региональной концепции по повышению уровня финансовой грамотности населения. И мы работаем в основном с населением, естественно, да, но и нашими партнёрами являются ведущие организации, которые в республике раньше выполняли вот этот функционал по продвижению финансовой грамотности. Это Минфин, Министерство образования и науки, Министерство предпринимательства, отделение Национального банка, естественно, это школы, да, потому что многие из них стали опорными. Это детские сады, которые занимаются как раз воспитанием детей и обучают их финансовой грамотности, потому что это действительно важно, чтобы с малого возраста дети узнавали, что такое финансы, откуда деньги берутся, чтобы родителям было легче. Вот, то есть работа ведётся уже, в принципе, аж с 2012 года. И вот это замечательно, что с 2021 года мы уже вошли вот в этот российский, всероссийский тренд и начинаем уже более точечную такую работу, вот, потому что наш региональный центр, он работает и с населением, он работает и с волонтёрами, то есть мы сейчас консолидируем вот эти все сообщества волонтёров и хотим тоже провести обучение. И сделать такой костяк, да, чтобы у нас было очень такое развито-волонтёрское направление, потому что республика у нас большая, территория огромная, где-то нет интернета, у кого-то нет возможности, а когда в каждом районе нашей республики, в каждом наследии будет наш волонтёр, то это будет вообще замечательно. То есть к вам может обратиться любой житель, любой гражданин? Да, конечно, потому что у нас на сайте мы специально сделали форму обратной связи, потом у нас есть на сайте библиотеки как раз sbs.ru, там есть ссылка на WhatsApp-группу, то есть можно пройти по ссылочке и подключиться в нашу WhatsApp-группу, то есть мы прям с каждым работаем адресно. А для этого не нужно иметь какое-то экономическое образование? Чтобы стать волонтёром? Да. Чтобы быть волонтёром, вообще это зов души, потому что волонтёры же, они такие, несут... Желание помогать. Конечно, желание помогать. Ну, конечно, какие-то навыки, они необходимы, да, но в процессе обучения, когда всё равно вот этот волонтёр, каждый волонтёр проходит обучение, я сама филолог по образованию. Но когда я прошла обучение, и там программа была настолько доступна для понимания, и вот эти все финансовые моменты как раз, они даже доступны для таких людей, как вот с филологическим образованием. Для гуманитария. Да, да, да. Но всё равно мне в сфере деятельности пришлось пройти обучение на финансиста, и поэтому мне тут в этом плане полегче. Но материал подобран таким образом, что это несложно. Это абсолютно воспринимается очень легко, и преподается самая суть. А со школьниками сейчас какая-то работа ведётся вашим центром? Конечно, мы ведём в основном это организация просмотров онлайн-уроков Центрального банка России, потому что там программа составлена очень интересная. Она настолько всё, ну, сами представляете, да, что ЦБРФ, как бы, да, вот лекторы Центрального банка, они подготовили такой материал, который детьми воспринимается очень легко и подготовлен так доступно, так грамотно, что, ну, сайт Финкульт.инфо об этом говорит. То есть туда может зайти любой, найти там для себя информацию. Также там и взрослые, и дети, и так далее. Вот, потом со школьниками ведётся у нас работа через библиотеки. Вот мы для учеников начальных классов как раз... Финансики. Да, финансики. Вот этот вот проект, замечательный проект, потому что он тоже помогает наглядно показать, для чего деньги нужны тогда. Потому что маленькому ребёнку, ну, это очень сложно объяснить, а, как правило, больше всего капризничают как раз маленькие дети, да. Когда они ещё идут в школу, то есть они начинают, вот я хочу там то, я хочу это, как бы, и вот получается. Когда ребёнок начинает изучать эту тему, то родителям становится намного легче. И вот мы как бы стараемся вот таким образом. Потом у нас есть опорные школы. И очень большую поддержку в этом направлении оказывает региональный методический центр, который тоже работает при Якутском финансово-экономическом колледже имени Фадеева. Вот они обучают преподавателей, они разрабатывают методики преподавания финансовой грамотности. То есть там идёт целое направление. Сейчас как раз набралась группа преподавателей, более ста человек проходят обучение. То есть это замечательно. Да, и с осенью уже эти преподаватели, они... Сейчас у нас будет конкурс проектов. Вот, и эти преподаватели уже будут внедрять в новом учебном году в своих классах вот эти вот уроки финансовой грамотности, это очень замечательно. Хотелось бы поговорить о мероприятиях, которые проводятся для пенсионеров. Знаю, что вы планируете сейчас как раз-таки фестиваль финграмотности для пенсионеров «Серебряная нить». Скажите, пожалуйста, кто будет принимать участие, какие темы, почему затронуты? В основном темы, которые мы затрагиваем, да, когда мы разговариваем с пенсионерами, это, естественно, цифровая финансовая грамотность. Угнаться и молодым тут, мне кажется, сложновато, а пенсионерам тем более. Да, тем более пенсионерам, потому что статистика говорит о том, что все-таки больше всего от действий мошенников страдают как раз пенсионеры и граждане предпенсионного пенсионного возраста. Потому что есть ряд причин для этого. И мы стараемся всеми силами наших соотечественников пожилого возраста от этого оградить. В мероприятиях в рамках фестиваля «Серебряная нить» у нас примут участие и лектор Центрального банка России. Она расскажет как раз на тему, как защититься от мошенников. Это будет такой формат диалога. То есть там не классический формат лекции, вебинара, а это будет диалог. У нас будет там юридическая консультация от юриста Евгения Малышева. Естественно, я сама буду рассказывать об основах финансовой грамотности. И мы пригласили еще и психолога с вашей помощью. Как раз мы организовали, потому что психология и денег. Все хотят очень много зарабатывать, но мы должны понимать, что большие деньги — это большая ответственность. И естественно, любыми деньгами нужно учиться управлять. Если ты научишься управлять любой суммой и жить на любую сумму, ну и, соответственно, ты сможешь позволить себе многое. Поэтому вот эта финансовая дисциплина как раз и вот этот психологический аспект — это тоже очень важно. И Светлана Платонова будет рассказывать как раз на тему страхования и на тему управления кредитной нагрузкой. Такие замечательные темы. То есть это очень полезная информация. И мы приглашаем всех участников, чтобы как можно больше приходите. Подключайтесь. Конечно, да, подключайтесь, потому что приходите в эфиры, скажем так. Потому что сейчас оффлайн мы ничего не можем провести, а онлайн можно... Охватить большое количество людей. Рассказывайте знакомым, приглашайте, отправляйте ссылки, подписывайтесь на наши аккаунты и получайте полезную информацию. Потому что столько, грубо говоря, мусора в социальных сетях, вообще в информационном пространстве, что среди этого мусора и негатива очень сложно получить позитивную, положительную и полезную информацию. И на самом деле, мы надеемся, что работа центра приведет к тому, что будет какая-то налажена система. И информационное оповещение, и работа с библиотеками, то есть организация системы. То есть это все будет работать планомерно, постоянно с актуальной информацией и так далее. То есть люди тогда смогут получать больше полезной информации именно для себя и улучшать свое качество жизни, и работать над своей финансовой дисциплиной, а впоследствии и достигать каких-то поставленных целей и так далее. На каждом нашем занятии мы говорим, что когда ты достигаешь цель самостоятельно, это придает больше стимула идти дальше. Ну и подключиться, взять ссылки можно, зайдя на сайт fingram.kt.ru, а также на сайте централизованной библиотечной системы. Все ссылки есть, все пройдет по одной ссылке, то есть это будет двухдневный эфир. Кстати, мы даты не сказали, 28-29 мая. После обеденное время, поэтому если слушаете сейчас молодые, то подключайте своих бабушек, дедушек. Если слушают нас пенсионеры, обязательно тоже заходите на сайт. Мы знаем, что сейчас по Zoom как раз пенсионеры очень активно работают, ходят на кружки, собираются, поэтому не оставайтесь в стороне. Да, замечательно. Было бы замечательно, чтобы вот такое вот сарафанное радио, оно именно было с такой информацией, с такой полезной информацией. Да, и очень замечательно будет, что все будет проходить как раз-таки в формате диалога, а не монолога и лекции. Да, и если у вас есть какие-то действительно проблемы, вопросы, вы можете в этот день задать свои вопросы, проконсультироваться действительно с такими экспертами, как и Центральные банки, Региональный центр финграмотности. Поэтому ждем вас 28-29 мая на фестивале для пенсионеров. Серебряная нить. Спасибо за внимание. Это был Якутск сегодня. Мы прощаемся с вами и до встречи в эфире. До встречи, дорогие друзья. Спасибо большое. До свидания.